С начала творения три слова, Ом, Та, Цат, использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели видические гимны и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Комментарий Шилы Прохупады. Как уже объяснялось, аскеза, жертвоприношение, благотворительность и пища подразделяются на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы, как относящиеся к гуне благости, страсти и невежества. Но независимо от категории, первый, второй и третий, все они обусловлены и оскорнены гунами материальной природы. Когда они направлены на Всевышнего, Ом, Та, Цат, Верховную Божественную Личность, они становятся средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в виду в предписаниях шастер. Эти три слова Ом, Та, Цат указывают на абсолютную истину, Верховную Божественную Личность. Во всех ведических гимнах присутствует слог Ом. Тот, кто не следует предписаниям шастер, не достигнет абсолютной истины. Он лишь добьется некоторого временного результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда можно заключить, что боготворительная деятельность, жертвоприношение и аскеза должны совершаться в гуне благости. Совершенные гуны страсти и невежества, они, безусловно, ниже качества. Три слова Ом, Та, Цат произносятся в сочетании со святым именем Всевышнего Господа. Например, Ом, Та, Вишну. Когда бы не произносился ведический гимн или святое имя Всевышнего Господа, к ним прибавляется слог Ом, таково указание ведической литературы. И взяты эти три слова из ведических гимнов. Ом, Ития, Та, Та, Брах, Манони, Деш, Та, На, Ама из Ригведы. И это обозначает первую цель Ом. Та, 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 Ва, Си, Та, Ци, Та, Чендоги, Упанишат, обозначает вторую цель. А, Сад, Эва, Са, Ум, Я, Чендоги, Упанишат, обозначает третью цель. Все вместе они образуют Ом, Та, Цад. В древности, когда Брахма, первое созданное существо, совершал жертвоприношение, он обозначал этими тремя символами Верховную Божественную Личность. Тот же принцип сохраняется и в начинающейся от него парамбаре. Таким образом, этот гимн имеет огромное значение. Бхага Латгита советует любую деятельность совершать ради Ом, Та, Цад, или ради Верховной Божественной Личности. Кто проходит через аскезу, занимается благотворительностью или совершает жертвоприношение, произнося эти три слова, тот действует в сознании Кришны. Сознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться назад домой к Богу. При такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Ом, Магьяна, Тимиранда, Ся, Генанжана, Шалакая, Чакшуран, Милитамина, Тасмай, Шри, Гуравей, Намаха. Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитамэйна, Гуталей, Слайаму, Пагдамахям, Гадатисва, Падантикам, Ванчакалпатуру, Бьяшчакри, Пасингу, Пьямивачам, Патитанам, Паванибью, Вайшнавибью, Намоу, Намаха. Дайя Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайтага Драдхара, Шри Ва Садигура, Бакта Вриндарь. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Намоу, Вишну, Падая, Кришну, Пештая, Боделища, Мати, Бхакти, Веданта, Слава, Мати, Намасте, Сарасавати, Деви, Горавани, Прочариня, Нирбиша, Шашвани, Адди, Пашчатя, Деша, Тариня. С начала творения три слова «Ом Татсат» использовались для обозначения Высшей Абсолютной Истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели витические гимны и во время жертвоприношения для удовлетворения Всевышнего. Итак, конец света мы пережили, жизнь продолжается, хотя интересно, что те, кто бежали от этих проблем, они как-то так интересно на них наткнулись почему-то. Вчера с женой разговаривал, он в Майяпуре живет, сын, столько, говорит, людей вокруг, ну, в основном все русские, конечно. Вот, там уже в Майяпуре скоро официальный язык будет русский. Это уже такое российское, индийское общество с пугливым вкраплением других редких национальностей, причем русских все больше и больше. Так вот, многие туда приехали, от конца света спасались, оказывается, в Майяпуре. И в таком количестве они приехали, что они там все, короче, все места заняли, никуда невозможно поселиться, включая все крыши и подвалы. Вот, и в Индии там эти линии электропередачи, они не очень сильные. Короче говоря, все все включают и так и наступит конец света. То есть его реально нет, фактически. Она говорит, раньше бойлер за 10 минут нагревался, сейчас полтора часа огреется. Света нет. То есть те, кто до этого конца света бежали, они, в общем-то, его и устроили в небольших масштабах. Вот поэтому вот так иногда курьезно все бывает. Ну, а в целом, конечно, суета продолжается. Люди пытаются по-прежнему, они думают так, о, пронесло, Господи. Все то, что предсказывали страшное, это не сбылось, ну и слава Богу. Иначе можно продолжать делать, что и делали. Так они думают. Не разобравшись в корнях проблем, они пытаются избегать последствий. Вот как пелась в одной песне, мы движемся мимо строений, в которых пытаются избегнуть судьбы. То есть люди пытаются избегнуть судьбы, в смысле плохих реакций каких-то. И когда она их настигает, им очень неприятно, но люди не понимают причин, почему эти вещи происходят, и поэтому они свою жизнь не меняют, деятельность продолжают совершать, какая была, какая есть. А преданные это люди, которые разобрались в причинах, в следствиях. Они поняли, что если жить по-прежнему, жить ради благ своего тела, тела своих близких, то эти тела, они будут в течение времени ухудшаться. Потому что люди в этот век даже не знают, как совершать хорошую карму. Ведическая культура обозначает, как улучшать свои материальные тела, с земли на райский планет попасть и так далее. Сейчас неизвестна наука, как свое тело улучшить. В основном люди, живя материальной жизнью, ухудшают свое положение. Поэтому их тела становятся все ниже и ниже. То есть они попадают не в процесс эволюции, а в процесс деградации. Когда человек свою жизнь на самотек пускает, это обозначает, что он стал на пути деградации. Потому что эволюция, она должна быть осознанной только, когда человек живет осознанно, с пониманием высшей цели, с пониманием законов, что с чем, как связано, что откуда берется. Большинство людей не думают об этом. Большинство людей, они живут на уровне чувства и ума, делают то, что приятно чувствам и уму. И совершают эти действия, только позже узнавая о том, что там может быть какие-то тяжелые последствия. Вот поэтому, просто живя сейчас материальной жизнью, люди ухудшают свое положение. И поэтому мы знаем, что динамика развития Кали-Юги такова, что в материальном плане будет все хуже, хуже и хуже. Вот поэтому мы говорим не про конец света, а про то, что когда люди действуют в невежестве, и тем самым они ухудшают свое собственное положение и положение тех, кто рядом. Вот так вот, не зная, что такое благо, люди совершают зло, думая, что это благо. Вот, и таким образом кармическая ситуация все больше и больше их ограничивает, и кальюжные тенденции таковы, что в материальном плане все будет все более и более печально. Единственная надежда только для тех людей, которые поняли, что к чему, и которые теперь начинают действовать уже не ради себя, а вот ради Бога. Этот стих, где говорилось, что есть ом-то-отсад, немножко так закамуфлированный, Кришна в таком немножко виде скрытом, то есть действовать необходимо ради Бога. Почему тут не сказан Кришна прямо? Потому что Кришна – это Бхагавадгита. То есть Бхагавадгита – это общий такой трактат, который дает нам в целом философию без детализации. И поэтому там абсолютно истинно обозначено вот так немножко. Да, Кришна говорит Бхагавадгите, что необходимо служить мне, предаться мне. Но в целом ведическая культура, она о Кришне говорит в основном косвенно, как предположим в конце, уже в 15-й главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что и мир, и веды прославляют меня. Но всякие разные религии веды, санскритологи придираются, они говорят, а где это там о ведах Кришну прославляют? Там в основном полубогов прославляют. А Кришна говорит, и мир, и веды прославляют меня как высшую личность. Непонятно, как это происходит. Но если мы знаем, что такое на самом деле ом-то-отсад, то мы знаем, что севедический кинт начинается слога «ом», поэтому кого бы ни прославлять, их там полубогов прославляют на самом деле и Вишну и Кришну. Но это делается косым образом. То есть, Кришна отдает себя только тем, кто отдает себя ему, то есть, только душам, которые предались ему, кто эту тайну смогли понять, вот им уже он открывается полностью. А так, в основном в ведах о Кришне сказано, конечно, косвенно, вот эти вот символические образы, омта, цад, ради того Всевышнего, скажем так, действия, посвященные Верховному Господу, такими немножко словами отвлеченными на обозначенные цели. В любом случае, когда возвышенная цель есть, жизнь человека улучшается, потому что он стремится к возвышенной цели. Если цели высокая нет, все, он расслабляется, начинает деградировать. Вот, и живут все люди таким образом, интересно, все живые существа, что эта материальная жизнь обозначает просто пожирание, один пожирает другого. Это, как сказано в Шримад Бхагава, там, дживо, дживаси, дживанам, одно живое существо пожирает другое живое существо, и здесь ничего не поделаешь. То есть, если вы просто решили пообедать, вот, у вас в тарелке будут тела, или там растений, или животных, кого угодно, то есть, обязательно нужно кого-то съесть. То есть, вот так вот мы живем в этом мире. То есть, этот мир достаточно жестокий. И, мало того, живые существа даже не понимают, где они вообще находятся, и этот цикл вообще. Предположим, пришли в какую-нибудь там больницу, где лечат пиявками. Вот, эта пиявка вообще не в курсе, где она находится, и чем она занимается. Она не знает, что она является инструментом в руках врача. Эту пиявку ей там сажают на какое-то место, она прокусывает кожу, начинает эту кровь пить, все. У нее обед. Она не в курсе какого-то замысла, что это больной человек, и врач, значит, ей пользуется для того, чтобы там какую-то эту дурную кровь ликвидировать и так далее. Вот, то есть, живые существа в этом мире совершают совершенно какую-то бессознательную деятельность. Они делают ее, совершают с одним смыслом, а реальный смысл может быть вообще другой. То есть, допустим, люди, которые организовывают какую-нибудь мясную промышленность, они искренне верят, что они кормят людей. Вот так вот это выглядит с материальной точки зрения, с экономической. А с духовной и моральной точки зрения это выглядит совершенно иначе, как ужасная деятельность, которая, собственно говоря, людей миллионами ватт отправляет. То есть, они думают, что делают одно, а на самом деле происходит другое. Вот это называется жизнь невежестой. Какая-то самая пиявка, она просто пьет кровь, на самом деле кого-то она лечит. Причем она не в курсе этого, что происходит. Только те, кто обладает сознанием, понимая, что же там происходит на самом деле. То есть, так живут живые существа, более сознательно, менее сознательно. В большинстве мы не знаем частью чего мы являемся, какого плана, кто здесь какую роль играет, для чего. Это называется жизнедевежество. Духовная жизнь обозначает, что мы начинаем разбираться во всех этих вопросах, начинаем разбираться в причинах, в следствиях. И духовная жизнь обозначает, что в конце концов мы поставили себе другую цель. То есть, духовная жизнь – это жизнь ради другой цели. Эта цель не просто сделать приятно своему телу, а доставить удовлетворение Кришны. А мы, как его частички, естественным образом получаем свою долю счастья. Это не какая-то, так сказать, деятельность, где мы отдающие и не получающие. Самое бескорыстное, чистое, преданное служение не обозначает, что живое существо ничего не получает. Они, кстати, получают по максимуму. Вот, это просто непонятный механизм для человека, что такое духовная жизнь. Кажется, что духовная жизнь – какие-то ограничения, какие-то решения. В действительности, духовная жизнь – это как раз путь в мир вечности. В материальном мире здесь каждый себя, каждый борется. Одного судьба – карма получше, у другого карма похуже. И все как-то борются ради поддержания. В духовной реальности, если главная проблема решена, живое существо – все с Кришной, все служат Ему, все любят Его. Нет никаких проблем совершенно, нет никакой борьбы за поддержание этого тела. Деятельность материальная, она бессмысленна, потому что она не дает блага ни душе, ни Богу, ни подоследованию удовольствия, никому и ничего. Единственное, ее благо состоит в том, что мы как-то так сумели устроиться, чтобы как-то поддерживать свое тело, как-то более-менее безбедно существовать. Вот и все. То есть, вот и весь смысл жизни. А так, чтобы поделиться любовью, сделать что-то более возвышенное, таких мыслей даже нет. То есть, поэтому содержание жизни людей такое низменное, такое примитивное, и, естественно, неудивительно, почему они несчастны. Потому что счастливым делает человека достойная цель, когда он чувствует себя сопричастным чему-то достойному, сопричастным к Кришне Верховному. Тогда жизнь приобретает смысл, вкус, какие-то другие новые мысли, новые чувства. А когда человек просто тяжко борется за свое существование, и за дня в день, и за дня в день, и вся его награда – это просто усталость. Вот и все, больше ничего. Такая бессмысленная жизнь, совершенно бессмысленная. Единственный способ наполнить свою жизнь смыслом – это связать ее с Богом, с тем, кто является вечным, тот, кто соответствует нашей природе. Материальный мир – это совсем другая природа, она не соответствует требованиям души. Душа хочет вечности, счастья, знания. Материальный мир препятствует всем этим вещам. Основа материального мира – это не знание, не вежество. А то, что здесь называется знанием, так называемая наука – это просто фрагментарное знание о материальных элементах, больше ничего. Духовное знание здесь наукой не считается, нет такого знания, нет никакого Бога, нет никакой души, это все выдумки. Знанием считается просто, если вы что-то там умеете на доске умное начертить, какую-то формулу или что-то сказать такое умное про материальные законы, это называется знание. Но Кришна к этому материальному миру относится так – вдох-выдох. Выдох – то у мир есть, вдох – ну у мира нет материального. Поэтому настоящая реальность, она наступает за пределами этого материального мира. И уже сейчас мы можем практиковать духовную жизнь, имея трансцендентную цель, имея духовную высшую цель, за пределами этого материального мира. И когда человек находится в духовной реальности, в духовном мире, он тоже занимается деятельностью. Но это деятельность не ради какой-то материальной необходимости, как здесь. Здесь три основные необходимости. Это вот Дхарма, Артха и Кама, вот ради чего живут мир. Дхарма обозначает понять законы, понять все связи. Артха обозначает использовать все эти законные связи, чтобы получить вот какое-то для себя благо материальное. А Кама теперь наслаждается всеми этими вещами. Вот три основные цели – Дхарма, Артха и Кама. И редкие личности, которым все это в конце концов надоело, говорят, есть что-то более высокое – Мокша, освобождение из этого материального мира. А преданные даже к Мокше не стремятся. В Ведах говорится, что освобождение уже автоматически входит в комплект. Если человек становится на путь преданного служения, то освобождение само собой, само собой разумеется. Потому что жители духовного мира, бхакты, они уже освобождены. Поэтому вот эти три основные низшие цели материального мира – Дхарма, Артха и Кама – это то, что, скажем так, человека загружает всевозможными проблемами, всевозможными сложностями. И это не дает ничего душе. То есть материальная деятельность ни душе, ни Богу ничему не дает. То есть только какой-то материальный суета. И люди пытаются на фоне этой мрачной материальной реальности что-то праздновать сейчас. Холодина, снега, альды. Люди просто, чтобы как-то скрасить это существование, решили себе устроить праздник. Поставили елку, что-то еще там такое. Все вокруг какими-то украсили этими блестками, висюльками. У них праздник, искусственный какой-то праздник. Потому что больше праздновать нечего. Вот нету какой-то достоинства. Они что-то говорят, ну, день Металлурга, ну там, день, не знаю, еще кого-нибудь. День борьбы со спидом, еще какой-нибудь день. То есть ни одного дня в году не посвящено Верховной Личности Бога. Кому хотите, там, рыбакам, морякам, Металлургам, тем всем, борьба с тем, борьба с другим, вот с всякими разными пороками. Но ничего такого высокого нету возвышенного. Поэтому вполне естественно, что жизнь такая у людей неудовлетворительная, неудовлетворяющая их. Для души ничего не делается. Они ничего не делают для Бога, и поэтому душа частица Бога, она ничего не получает. И поэтому приходится все эти расы недостающие, недостающие вкусы компенсировать низшими расами. Вот вам, пожалуйста, высокий процент пьянства, принятие всяких интоксикаций, прочие вещи. Это просто говорит, что живые существа, не имея высшего вкуса, и естественно компенсируют его хотя бы хоть каким-то. Потому что совсем жить без вкуса живое существо не может. Духовная жизнь обозначает, что мы эти низшие вкусы начинаем постепенно менять на вкусы более высокие. В этом смысл. И в духовной жизни, в духовной реальности уже нет необходимости приносить жертву кого-то другого. Если здесь в материальном мире, я говорю, каждый у нас шаг, это смерть кому-то. Мы кому-то наступаем. И для того, чтобы просто нужно кого-то съесть. Постоянно здесь все основано на смерти в материальном мире. Почему называют мир еще мритью локом, вместо смерти. Духовная жизнь, там нет ни рождения, ни смерти, нет всех этих вещей. Совсем другая реальность. Совсем другие вкусы. Нет вот этой необходимости постоянно кого-то приносить жертву. Единственное, что нужно принести в жертву, это пожертвовать своим невежеством. То есть в третьей главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что те, кто не совершает жертвоприношений, живут напрасно. И фактически их будущее является бесперспективным. По-моему, 16 стих. То есть он говорит, что живут напрасно люди, не совершая яги. Яги это обозначает, мы нашли эту высшую цель, мы нашли Кришну, мы нашли эту высшую верховную личность, которая принимает все жертвоприношения и действует ради него. Это называется жить в жертвоприношении. Те, кто не совершает жертв, эти люди, они фактически ухудшают свое материальное существование. Хотя им кажется, что они делают что-то такое важное, что-то серьезное. На самом деле это все, мы знаем, суета, суета, томление духа. То есть дух томится в этом материальном мире, не имея возможности выйти куда-то. И поэтому их постоянно волнует судьба этого материального мира. Что происходит, что будет. Они смотрят на звезды, спрашивают, про лицателей, астрологов, что будет, что будет. Они узнают, о, хорошо, допустим, год такой или год сякой. Вот сейчас там какая-то змея, да, там какая-то китайская змея, да, по китайскому календарю какая-то белая или синяя. Белая? Водяная. Водяная. Вот, ну не знаю. В общем, короче говоря, все такое какое-то, знаете, не очень. То змея, то еще что-нибудь, там, крыса, там, в общем, все от всего какие-то проблемы, какие-то такие животные. Вот, не самое, что называется. Духовная жизнь обозначает выход за пределы всего этого кармического цикла, когда все эти материальные влияния всевозможные меняются. Это жизнь вечности. И вот, Парупада, в конце этого комментария говорит интересную вещь, что при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. То есть, вся деятельность материальная, эта деятельность означает, что мы получили энергию от Кришны, но с Ним ее никак не связали. То есть, фактически мы эту энергию потратили в материальном мире. Она пришла из мира духовному, потратили в материальные вещи. И мы же вложили в материю, правильно? Значит, ну что мы делаем? Мы ждем плодов. Если вы посадили что-то, какие-то семена, вы ждете плодов. Если у вас есть какой-то бизнес, вкладываете какие-то деньги, и вы ожидаете сейчас вернуться, купили, купили, купить подешевле, продать подороже. То есть, вот мы играем с материальной энергией, вкладывая в нее божественную энергию, в материальный мир вкладываем. И получаем плоды. И для того, чтобы их получать, для этого необходимо вновь и вновь рождаться. То есть, таковы условия игры материальной. Представьте себе игра, что, предположим, вы играете какую-то игру, и вам приз, вы выигрываете приз, но условия для того, чтобы получить, вы нужно сесть в тюрьму. То есть, если вы делаете какую-то даже хорошую деятельность, вот, вам за нее полагается приз. Но чтобы ее получить, этот приз в следующую жизнь, нужно опять родиться. То есть, опять в тюрьму сесть. Вот это называется материальная жизнь. Даже если вы родились на райских планетах, где-то еще ради каких-то материальных благ, все равно получение всех этих плодов обозначает опять рождение, опять рождение. И рождение это обозначает болезненная вещь, даже сложнее, чем смерть. Мы говорили, что умереть можно быстро, а вот родиться быстро никак невозможно. И после рождения, многие годы невежества, и опять врастает этот материальный мир, что здесь, где, опять мы снова знакомимся. Ради чего? Ради того, что опять быстренько там за 20-30 лет что-то такое скопить. Вы пробуете опять начать бороться с этими болезнями, приближающимися к смерти, и опять то же самое. Вот такая вот мрачная игра. Те, кто находятся в материальном мире в состоянии иллюзии, этого не осознают. Потому что иллюзия, она воздействует на чувства и на ум, и не позволяет разуму пробуждаться. То есть разум, вот это то, что мы сейчас говорим, это обращение к разуму живого существа. Но для того, чтобы это дошло, для этого нужно, чтобы разум контролировал чувства и ум. Тогда эти вещи как-то нам близки, понятны. Но большинство людей полностью на уровне чувства и ума находятся, и поэтому, когда обращаешься к их разуму, они смотрят, это для чувств, приятно или нет, если нет, это просто неинтересно. То есть большинство живых существа не просто сгипнотизированы материальной энергией. И достучаться до них крайне сложно. То есть преданные – это личности, которые ходят и занимаются разгипнотизацией. С книгами, с харинавами, с просадом. То есть они несут всем Бога, всем Кришну, дарующего освобождение, пробуждающего. Кришна – тот, кто пробуждает живые существа. Он – божество гуны благости, а гуна благости отвечает за процесс джакрити, пробуждение обозначает. Вот поэтому она самая светлая гуна и предноситель света. То есть когда преданный куда-то приходит, он что-то начинает говорить или угощать, или что-то такое, начинает петь, он приносит духовную энергию, которая пробуждает душу. Вот это единственные люди, которые фактически заняты пробуждением людей. Другие религиозные традиции, они больше обеспокоены не пробуждением людей, а избеганием страданий. Все время говорят, вот там конец того, конец сего, поэтому нужно спасаться. То есть идет не об освобождении души, а о спасении своего материального положения. Вот и все, и более того. Они практически не отличают души от тела, они говорят, что воскрешение происходит именно в физических телах. Вот в этих физических телах вы будете жить тысячу лет или сколько-то там еще, неизвестно. То есть религиозные традиции в основном не занимаются распространением духовного знания. Они занимаются просто попыткой устроить свое материальное положение в связи с Богом. Вот и все. И поэтому нужно куда-то записаться, вот и ты уже будешь спасенным. Не освобожденной душой, а именно просто спасенным человеком. Будешь просто в каком-то удобном месте находиться. Все, все неверующие, они сгоят к чертой бабушке, а ты будешь счастливый сидеть в каком-то там месте, потому что ты записался куда-то. Вот такая философия в основном. Очень как-то все это грустно. Религия такая какая-то, не дающая ничего позитивного. И чем духовной жизнь заниматься, тоже непонятно. Просто нужно ходить постоянно, стращать всех, что вот время близко, уже там скоро. Опять та же идея про конец света. Та же самая идея. И пока это второе пришествие не пришло, нужно быстрее спастись и так далее. Ну, не знаю, наверное, люди кальюги, на больше их трудно что-то такое раскрутить, потому что разум слабый, поэтому люди принимают веру без всякого знания. Какие-то такие догматичные вещи в основном. И люди, получив даже что-то такое, какую-то маленькую веру и надежду, они обманываются многие. Вот я недавно читал, как раз где-то на Филиппинах, что ли, вот как раз 21 декабря там какой-то народ, там какая-то группа, не знаю, несколько тысяч человек на какую-то там гору залезли. Но они полностью были уверены, что сегодня все, насказать уже конец. Они там залезли на эту гору, взялись за руки все и стояли, чего-то ждали, там какие-то, не знаю, молитвы или что они там повторяли. Вот писали себе, какой облом, да, то есть вот конца света не наступило. И это опять обозначает, возвращаешься к своим баранам опять вниз туда и ждешь следующего конца света. Ну что ты? Они уже попрощались со всеми, все там уже сделали, все дела закончили. А тут вот такая незадача. Ну что такое? То есть они верили, что сейчас уже через 5 минут они уже где-то там будут на небесах, все эти там негодяи неверующие, там их там всех, не знаю, там сметет какая-нибудь цунами или там что-нибудь еще, а мы вот такие чистые верующие уже будем на небесах. Вот такое, такое вот, понимаете, такая незадача вышла. Опять приходится возвращаться в этот мир людей и опять ждать, когда же там что-то. То есть вот когда вера без знания, тогда вот так вот все немножко нелепо, глупо. Это происходит регулярно, на самом деле это в годах в 50-х что ли какая-то христианская группа какая-то была. Они тоже постоянно говорят, ну в 55-м году какой-то был очередной конец света, вот это уже за несколько лет до этого там нагнетался какой-то ажиотаж, вот, и куда-то они там тоже собирались, какие-то высшие веры, ну что-то опять не получилось, то есть все эти сборы. То есть когда все на материальной основе, когда все в невежестве, когда все в страхе, в таком состоянии страха, ничего не выйдет. Освобождение происходит не потому, что мы на какую-то гору залезем, даже преданные некоторые, где-то там, ну это не критика, но просто сам факт, что некоторые боялись где-то там, а где там затопление будет нужно куда-нибудь повыше, Алтай, Кавказ, не знаю что, где там цунами не достанет. То есть люди реально верят, что можно таким образом спастись, поднявшись повыше куда-то, вот, каким образом можно, каким образом это препятствие для возмездия, для нашей кармы, это не препятствие. Поэтому единственный способ, это развитие в себе настроения духовного мира. Духовная жизнь обозначает жизнь в служении, жизнь в жертвы. И когда мы совершаем свои действия ради Бога, ради Кришны, ради Омтадсад, ради того Верховного Господа, тогда наша жизнь начинает меняться уже сейчас. Нет необходимости ждать каких-то там концов и так далее. Вот, то есть происходит очищение, изменение и новый вкус, новое понимание, это приходит прямо сейчас. То есть жизнь преданного, это жизнь в меня, она меняется прямо сейчас, прямо, прямо, так сказать, незамедлительно, потому что нам известен процесс контакта с духовной энергией. Духовная энергия обозначает та же самая энергия Кришны, только направлена в другую сторону. Материалист присваивает ее себе, предан тот, кто посвящает ее в служении Богу. Та же самая энергия, и она начинает действовать совершенно иначе. То есть начинается вот этот вот обмен любовью. В материальном мире все, что мы имеем, это обмен кармой с другими живыми существами. Вот, Бог, Бог здесь ни при чем, его как бы вообще нет, получается. Духовная жизнь обозначает, что мы начинаем с Кришной обмениваться любовью. И тогда с другими живыми существами такие же отношения начинают выстраиваться. Вот, то есть, духовная жизнь обозначает, что мы начинаем понимать, мы друг другу даны для того, чтобы отдавать что-то. Не потреблять, а отдавать. То есть, в строгом смысле слова, жизнь это любовь, обмен любовью. Поэтому жизнь без любви, она не имеет никакого смысла. Люди раздраженные, люди недовольные, это означает, что люди, которые не умеют любить. Они считают себя обделенными, что их никто не любит, их не понимает. На самом деле, это сами скупцы. То есть, люди, которые боятся что-то отдать, они все время живут в режиме ожидания. Такие хронические потребители. И поэтому они, это то же самое, что вы, знаете, сидите на какой-нибудь станции, ждете поезда, который никогда не придет. Понимаете? Никогда не придет. То есть, это люди, которые надеются только что-то получать, которые не готовы отдавать. И поэтому вполне естественно, что их жизнь это разочарование. Когда мы все время ждем то, чего не может быть, поезда, который не придет, то это грустная жизнь. И в таком режиме живут люди. Понимаете, они проходят время, и в конце концов они говорят, что жизнь прошла напрасно. Мы не дождались этого счастья. А оно было рядом. Не нужно было ждать всех этих вещей. Нужно просто действовать иначе. Просто пойми, что Бог, это любящее существо, Он всем все дает. Хочешь быть счастливым, есть только Бог. Отдавай, отдавай, делись, люби. Любовь проявляется именно в служении, в отдавании. И когда человек начинает сам быть инициатором этой любви, вот тогда к нему приходит тоже что-то, естественно, по этому же циклу. То есть, любовь от одного передается другим. А Прабхупада делился именно этим живыми существами. Вот он научил их любить Бога, любить другие живые существы, вот и все. Вот на этом основывается Бхакти. Вот это и есть Бхакти, по сути дела. Вот все остальное уже как бы так легко организуется вокруг этого принципа. А материальная жизнь обозначает, ты жди, когда ты получишь. Или не получишь хотя бы за работой в таком жестком режиме какой-то конкуренции материальной. У кого есть деловые качества, хорошая карма, какой-то элемент везения, все это как-то получается. У кого-то не получается. У большинства не получается. В коллегу говорится, что большинство живых существ неудачливы. Неудачливы это означает, что большинство их начинает терпит крах. То есть, любые действия, чтобы любое действие произошло, должен быть некий элемент удачи. А удача это дайва, это благословение верхового. Что такое удача? Это не просто какая-то случайная, какая-то там лотерея повезло. Удача это обозначает, что благословение высших сил есть. И люди, которые были благочестивы, они начинают свои дела, и им, как говорится, везет. То есть, это благословение высшей силы есть, и потом у них раз-раз-раз получается. Другой человек делает абсолютно то же самое, а ему не повезло. Что-то там не срослось, и так далее, просрочилось, не вернулось, и так далее. И все, и человек говорит, вот неудача такая. И большинство людей в Короле Юга никакие неудачливые. Неудачливые. То есть, магии не хватает этой защиты со стороны высшей силы. Поэтому вполне естественно, что люди недовольны. Они играют в такую игру, в которой большинство, естественно, проигрывает. Вот, духовная жизнь обозначает, давайте играть в беспроигрышную игру. Духовная жизнь обозначает, что мы вкладываем в свои усилия, которые никогда не пройдут даром. В последнем стихе этой 17 главы, Бхагавадгита Кришна говорит, любая деятельность без веры во Всевышнего, непосвященная Ему, называется асад. И бесполезна. Как в этой жизни, так и в следующей. То есть, все, что нам нужно, это просто к своей жизни прибавить Кришну. Мы едим, готовь для Кришны. Понимая, что когда ты принимаешь эту пищу, да Кришна входит в тебя. Прабхупада, интересно, Прасад принимал. Он, как правило, принимал Прасад так, когда очень сосредоточенно. Ни с кем не разговаривал, ничего такого не было. То есть, для него Прасада была медитация. То есть, для нас Прасада была часть такого социального действия. Мы едим, тут же с кем-то болтаем, наполняем свой желудок. Привычка такая у нас в материальном плане. Телевизор смотрим, едим там что-то еще. Вот так, попутно. Для Прасада даже такая деятельность, как принятие Прасада была медитация. Есть вот в фильме, следопоступавшего Прасада, документальные десемки. Прасада принимает Прасад. То есть, просто смотришь, как он это делает. Так очень неторопливо, с таким погружением. То есть, видно, что он сейчас наполняется Кришной. Не просто картошкой, рисом, сабжитом, каким-то напитком. Он наполняется Кришной. Это называется понимание того, что Кришна повсюду. Что это Кришна Прасада, это милость Кришны. То есть, мы знаем, что Бог есть, и Он дал нам эту картошку. Ему уж ладно, согласно эту картошку предложить Кришне. А Барабада понимает, что это и есть. Теперь это картошка, это уже не просто картошка. Это уже Кришна Прасада, это уже Кришна. И Он не просто картошкой наполняется, он наполняется Кришной. И так во всем. То есть, все, что делает Великая Душа, Он впитывает Кришну, отдаёт Кришну. И поэтому Он всегда счастливый. Это называется чистый, приятный. Для большинства людей, они потребляют материю, выделяют материю. И поскольку материя такая, энергия совсем другая, Противоположная по своим свойствам в душе, То потребление материи, оно делает, в конце концов, живые существа недовольными. Потому что основные люди потребляют материю низшего качества, невежества и страсти, это всё. И поэтому все их мысли продиктованы невежеством и страстью, Их эмоции невежеством и страсти, И все их отношения в невежестве и страсти. И поэтому качество жизни, естественно, невысокое. Духовная жизнь обозначает, что если мы впитываем в себя Кришну, И отдаём Кришну, тогда мы становимся такими, скажем, катализаторами всех каких-то позитивных перемен. Люди от нас принимают эту духовную энергию. Мы способны фактически, это как, знаете, как волшебник, Как человек, который всё в золото превращает. Какие-то сказки, да, там бывает, что вот такая волшебная палочка, что-то ещё. То есть так действует чистый, приятный. Он берёт что угодно и превращает в золото. То есть это обозначает, что он берёт это всё и одухотворяет. Он берёт и предлагает Кришну, берёт и связывает с Кришной. Это процесс трансформации, потому что на самом деле всё связано с Кришной. Всё из него исходит, поэтому всё с ним уже связано. Большинство людей просто не знают, не понимают, что это такое. Вот преданный такой кудесник. Он умеет взять всё и совершить чудо. Превратить всё в такое связанное с Кришной. Как Прабхупада говорил, что он говорит, да, в халью люди некачественные. Ну что делать? Он говорит, как в Индии бывают такие. Находят там какую-нибудь старую тыкву, там что-то ещё, к ней какую-то пустую палку, к ней приделал, какую-то струну одну тянут. Брень, 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 брень. А потом сидит, там поёт какой-то видик такие, может, в Индии. Говорит, вот я точно так же. Говорит, вы по большому счёту люди кальюги, это как отбросы вообще. Говорит, я вас подобрал, собрал из вас такую штуку. Брень, брень. Говорит, и пою Харе Кришну под это всё. Говорит, потому что больше ничего, так сказать, невозможно. Вот, то есть, он умеет взять людей низшего класса, и благодаря тому, что квалифицированно подаёт им Кришну, теперь они превращаются постепенно в людей высшего класса. Не сразу, конечно, и не все так быстро. Вот, но сам принцип, мы видим, что Прабхупада это чудо совершил. Поэтому мы просто учимся этому искусству возвращать всё к Кришне. Всё замечательно, всё прекрасно изначально принадлежит Кришне. И всё, что имеет мрачный вид, и всё такое некачественное в материальном мире, это означает оторванное от Кришны. Оторван от Кришны. И у Прабхупада есть такое видение, когда он смотрит на какие-то вещи, на каких-то людей, на какие-то ситуации, он понимает, как это можно связать с Кришной. И тогда это никому не нужна тыква или палка, или там какая-то струна просто валяющаяся. Теперь они все раз какую-то единую систему объединяются, но это смысл. Вот и всё. Все мы жили, каждый какой-то там своей материальной жизнью, думали свои какие-то думы там непонятные, чего-то боялись, чего-то ждали в этом материальном мире. Но когда Кришна пришёл в нашу жизнь, всё как-то быстро расформилось. Потому что Кришна всё освещает, всё проявляет. То есть, всё становится ясно. Так много людей, обладающих каким-то знанием, что-то там кое читают, пишут, говорят какие-то вещи. Глупость на глупости в основном. Потому что всё это знание, вся эта информация не упорядочивается. Нет центра, нет источника всего. Когда появляется источник всего Кришны, всё знание быстренько оформляется. Очень быстро оформляется, становится ясным. Потому что всё вокруг центра. Когда этого центра нет, какая-то каша вообще. Не поймёшь, что к чему. Мир какой-то непонятный. Вот когда мы принимаем Кришну, всё становится очень понятным. Поэтому Кришна говорит, знающий меня знает всё. Это вот конец, конец пятнадцатой глупости. Знающий меня знает всё. Если мы принимаем Бога, в течение времени всё остальное проясняется. Харе Кришна. Следующий год, кстати говоря, 2013-й, называется по ведической системе Виджая, победа. Знаем победы, кого над кем будет. Ну, это самое. Год победы. А 2012-й год был, на ногу, на ногу год радостный. Он был лучше, конечно, чем 2011-й.